...слышат. 142 сообщения о том, что слышно. Это очень хорошо. Коллеги, я рад всех вас приветствовать. Сегодня Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра совместно с Министерством образования Красноярского края, совместно с региональным центром психолога медико-социального сопровождения Красноярского края и с региональным ресурсным центром Красноярского края проводят свой вебинар, посвященный вопросам создания региональных ресурсных центров. Коллеги, надо сказать, что этот вопрос очень актуальный, потому что у нас страна очень большая, и сейчас мы понимаем, что создан федеральный ресурсный центр, и есть отдельные регионы, в которых созданы региональные ресурсные центры. Однако мы понимаем, что для того, чтобы развить всю систему помощи в России, этого недостаточно. И поэтому нам важно создавать региональные ресурсные центры, сеть этих центров, для того, чтобы каждый регион имел возможность обращаться за помощью и быть сопровождаемым своим региональным ресурсным центром. Я хочу с удовольствием объявить моих коллег, которые сегодня работают со мной в прямом эфире, и это коллеги, как вы уже поняли, из Красноярска, и это Безуглова Екатерина Александровна, которая непосредственно будет вместе со мной вести вебинар, руководители регионального ресурсного центра, Елена Анатольевна Гришанова, главный специалист отдела специального образования, Министерства образования Красноярского края, и Шаповаленко Леонид Олегович, директор психолого-медико-социального центра, на базе которого создан региональный ресурсный центр. Я же ведущий сегодняшнего вебинара «Хаустов Артур Валерьевич», я директор Федерального ресурсного центра, и наша с вами сегодня работа будет проходить в течение ближайших двух часов, она будет разделена на две части. В первой части я буду рассказывать о опыте пилотного проекта и о тех методических рекомендациях, которые разработал Федеральный ресурсный центр, и которые на данный момент уже одобрены экспертным советом по аутизму, созданным при Министерстве образования и науки Российской Федерации. И, конечно, я буду говорить о важных организационных вещах, о том, что это такое, каким образом центр создается, каковы его цели и задачи. И после этого ту информацию, которую я дам общую, я скажу об основных принципах, уже без угла Екатерина Александровна перейдет к реальному практическому опыту Красноярского края и осветит то, что они уже делали, реально делали в течение двух, уже почти с половиной лет. Отдельно хочу сказать, что у меня вызывает невероятное удовольствие то, что наши контакты с Красноярским краем после завершения пилотного проекта продолжаются. И этот опыт, он очень важен. Опыт тех регионов, которые уже накопили знания и навыки в области оказания помощи детям с аутизмом, с Федеральным ресурсным центром и с другими регионами. Итак, мы тогда начнем нашу первую часть. Коллеги, может быть, вы тогда тоже поздороваетесь, да? Доброго времени суток всем. И удачного кабинара, думаю. Времени суток, потому что в Москве сейчас 12, да, в Красноярске 16. Да, хорошо. Значит, давайте тогда о методических рекомендациях, которые были разработаны нашим центром. Все началось с реализации пилотного проекта фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как вы знаете, этот фонд реализует крупнейшие межрегиональные проекты, накапливает опыт, и потом этот опыт распространяется уже часто по территории всей России. Так вот, в ходе этого пилотного проекта принимали участие три региона. Это Красноярский край, Новосибирская и Воронежская области, и Федеральный ресурсный центр Московского государственного психолого-педагогического университета осуществлял экспертно-методическое сопровождение этого проекта. Поэтому те методические рекомендации, которые мы разработали по организации деятельности регионального ресурсного центра, эти методические рекомендации, не просто документ, это не просто рекомендации, это рекомендации, основанные на накопленном двухлетнем опыте. И поскольку в разных регионах были разные модели региональных ресурсных центров, мы постарались обобщить и понять, какие модели наиболее эффективны и в каких моделях лучше работают отдельные направления, работы удобнее организовать на базе этих центров. И на основе этих выводов, на основе обобщения полученных результатов мы создали наши методические рекомендации. Что они содержат? Они содержат пять основных блоков, и, собственно, эти блоки отвечают на следующие вопросы. Что такое региональный ресурсный центр? Каковы его основные цели и задачи? Как выбрать организацию? Потому что часто приходят к нам гости из других регионов и спрашивают, скажите, а как выбрать организацию, на базе которой создать ресурсный центр? И мы, конечно, включаем этот блок сюда. Очень важен вопрос о механизме создания этого центра, о том, каким образом управляется этот центр и какова может быть его структура. Очень важно содержание, что конкретно делает ресурсный центр. И поэтому в методических рекомендациях появились основные направления деятельности регионального ресурсного центра. И, наконец, ресурсный центр, как организация, которая накапливает опыт, аккумулирует опыт, обобщает опыт со всего региона, очень важно его сетевое взаимодействие с другими организациями. Поэтому основных разделов методических рекомендаций пять, учитывая то, что министерством и экспертным советом при министерстве эти рекомендации уже одобрены, они в самом ближайшем времени появятся на портале федерального ресурсного центра autism.defis.prc.ru в разделе программно-методическое обеспечение, где вы сможете их посмотреть. Я надеюсь, что мы это сделаем на следующей неделе. Каковы основные цели и задачи таких центров? Мы в целом выделяем четыре группы таких задач. И первая группа – это организационные задачи. То есть эта группа задач связана с координацией деятельности организации. Потому что сейчас, выезжая в многие регионы, общаясь со многими регионами, мы понимаем, что в регионах во многих опыт уже работы с детьми накоплен. А следовательно, во многих регионах уже есть организации, которые работают с этими детьми. И очень важно, чтобы региональный ресурсный центр увидел все эти организации и начал бы их сетевое взаимодействие. То есть объединил бы и координировал их деятельность. Поэтому первый блок задач – он именно организационный. Второй блок задач – информационно-аналитический. Он связан как раз с выявлением всех детей, которые есть с аутизмом в регионе, с выявлением всех организаций, которые работают с этими детьми. И с этого, собственно говоря, и начинается работа по информационно-аналитическому направлению. Очень важно составить организации и реестр тех организаций, которые работают с детьми с аутизмом в регионе. Сделать их доступными. Сделать информацию об аутизме и о том, где родители могут получить помощь, тоже доступной. Для этого разрабатываются порталы в региональных ресурсных центрах. Ведется информационная база данных, где видно всех детей, которые в регионе с диагнозом расстройства аутизмического спектра есть. И, конечно, это мониторинги. Мониторинги, начиная с тех, о которых я уже сказал, относящихся к численности таких детей. И мониторинги, посвященные выявлению организаций, созданных в них специальных условий и многие другие направления. Что касается целей учебно-методических, то мы понимаем, что одна из основных задач регионального ресурсного центра – это сопровождение организаций, сопровождение специалистов, которые работают с такими детьми в регионе. И, конечно, важные здесь направления деятельности, такие как обучение специалистов, это проведение курсов, повышение квалификации на базе региональных ресурсных центров. Это проведение стажировок, сопровождение деятельности организации, тогда, когда организация просит помочь, и специалист регионального ресурсного центра выезжает, консультирует и сопровождает деятельность специалистов. Конечно, это организация мероприятий, таких как конференции, семинары и вебинары, без которых невозможно объединить совместно все организации, и невозможно обучить специалистов и начать трансляцию опыта. Конечно, важное значение имеет внедрение, апробация современных технологий, поэтому учебно-методические цели и задачи связаны с тем, что сам ресурсный центр разрабатывает программы, по которым потом может работать весь регион. Что касается сопровождающих задач, это четвертый блок, мы понимаем, что здесь большую... Этот блок задач относится к адресной помощи семьям. Регионы у нас в России очень часто большие, и, следовательно, не может ребенок, например, постоянно посещать образовательный или коррекционный отдел регионального ресурсного центра, но вместе с тем, если психолого-медико-педагогические комиссии и организации, которые работают в отдаленном районе региона, затрудняются в том, чтобы простроить маршрут помощи ребенку, для того, чтобы определить ему образовательную организацию, как создать специальные условия. Для всего для этого нужна, конечно, консультативно-диагностическая деятельность регионального ресурсного центра, который, собственно говоря, будет помогать семьям, и семьи тогда уходят из центра, приезжая на курс консультативно-диагностических приемов или получая его в дистанционном режиме, на руки получают документы, которые помогут потом в организации помощи ребенку с аутизмом. Очень важный вопрос, касающийся критериев выбора организации, выполняющей функции регионального ресурсного центра. И первое, что мы поняли, реализуя совместный пилотный проект, это то, что очень важен практический опыт организации. Невозможно учить специалистов, невозможно консультировать родителей, если внутри регионального ресурсного центра нету аппробационной площадки той образовательной деятельности и коррекционной психолого-педагогического сопровождения непосредственно самих детей с аутизмом. Поэтому практический опыт очень важен. Важна методическая база, которая включает как наличие уже программ, по которым работают с детьми, так и методик, по которым работают с детьми в центре. Важным критерием, с нашей точки зрения, является государственная принадлежность, потому что сейчас предпринимаются со стороны государства серьезные шаги именно по системному развитию помощи детям с аутизмом. И поэтому государственная принадлежность, с нашей точки зрения, является довольно важной. Что касается организаций, которые могут выполнять функции региональных ресурсных центров. Я не сказал о том, что же это такое, сам центр. Центр – это организация или ее структурное подразделение, которое выполняет функции по развитию системы помощи детям с аутизмом в регионе. И исходя из этого, часто функции региональных ресурсных центров, то, что мы сейчас видим, насколько это можно, часто, имея в виду, что их создано всего пять, функции региональных ресурсных центров выполняют разные организации. Наиболее удобным, целесообразным и практически ориентированным, практичным вариантом является создание регионального центра на базе ППМС-центра регионального. Речь идет не о муниципальном, не о районном, а именно о региональном центре, который может аккумулировать данные, может работать сразу со всем регионом. Конечно, мы поняли в ходе пилотного проекта, что такой вариант, он очень хороший. И здесь я приведу пример как раз с Красноярским краем. Вы представляете себе, что регион очень большой, занимает, наверное, шестую часть всей России, да, и организация, которая выполняет роль регионального ресурсного центра, это краевой ППМС-центр, у которого есть филиалы по всему региону, и это означает, что в случае необходимости собрать информацию или обучить специалистов, такой центр имеет возможность это делать. У такого центра есть масса преимуществ. Во-первых, мы знаем, что с 2012 года, когда был создан новый закон образования в Российской Федерации, для детей, для всех детей, в том числе с расстройствами аутистического спектра, они впервые вошли в этот закон тогда, в 2012 году, стало доступно образование. И это означает, что каждый ребенок должен образование получить, и государство обязано это обеспечить, а родители со своей стороны обязаны это инициировать. И учитывая то, что в систему образования попадают теперь все дети в Российской Федерации, очень удобна работа как раз регионального ресурсного центра на базе Краевого психолого-педагогического центра. Потому что это организация из системы образования, потому что, как правило, на базе такой организации работает центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, и это означает, что такая организация может аккумулировать данные по всем детям, попавшим в систему образования, и по всем образовательным организациям, в которых обучаются эти дети. Однако, такой вариант возможен далеко не всегда, и он целесообразен не всегда. Мы, имея опыт работы еще с двумя регионами, видели, что максимальный опыт практической работы и максимальную квалификацию имели специалисты именно из социально-реабилитационных центров в системе социальной защиты, социального развития. И, конечно, в такой ситуации, когда образовательные организации практически не накопили опыта, а социально-реабилитационные центры имеют большой опыт такой работы, есть смысл, и нужно создавать центры на базе социально-реабилитационного центра. Также возможно создание регионального ресурсного центра на базе любой организации. Это либо инклюзивная школа, которая имеет богатый опыт такой работы, или специальная школа в системе специального образования, которая обучает, занимается в том числе обучением детей с расстройствами аутистического спектра. Именно такие примеры, вы их видите на экране, все три существуют уже в России, и региональные ресурсные центры действительно открываются на базе различных организаций. Отдельно мне хотелось бы сказать о подводном камне, связанном с организацией центра на базе социально-реабилитационных центров. Дело в том, что не всегда социально-реабилитационные центры, блестяще проводя коррекционную социально-реабилитационную работу с детьми с аутизмом, имеют представление о том, каким образом работает система образования. А одной из важнейших функций является сопровождение региональным ресурсным центром именно системы образования этих детей. Вот почему, создавая региональный центр на базе организации из системы социальной защиты, нам важно понимать, что эти специалисты должны очень глубоко влезть в систему образования и понимать, каким образом эта система работает в их регионе и в России. Механизм создания регионального ресурсного центра. Мы встречались с такими ситуациями, когда нам звонили или выходили по электронной почте на связь и говорили о том, что мы хотим создать региональный ресурсный центр на своей базе. Каким образом это сделать? Нам важно понимать, что региональные ресурсные центры создаются не желанием какой-то организации, а решением руководства региона. Потому что тогда, когда в регионе уже инициированы шаги по развитию системы помощи детям с аутизмом, по всей видимости, это не по всей видимости, это точно так, должны вместе на переговоры сесть три ключевых министерства, работающих в социальной сфере. Это Министерство здравоохранения, образования и социального развития и договориться, согласовать вопрос о том, все-таки на базе какого министерства, по какой линии, в каком ведомстве будет создан этот региональный ресурсный центр. Только после того, как министерства договариваются о том, где создается этот ресурсный центр, и это оформляется, конечно, протоколом, а не умозрительно, курирующее министерство имеет возможность создать региональный ресурсный центр своим распоряжением и наделить этими функциями какую-то организацию. Теперь немножко несколько слов, касающихся структуры управления этого центра. Мы понимаем, что начало работы вообще в регионе целесообразно начинать с создания межведомственной рабочей группы. Поэтому, когда мы говорим о том, что все специалисты, все представители всех министерств сели за один круглый стол, мы говорим как раз о том, что в регионе создается межведомственная рабочая группа, которая, собственно, и решает, где этот центр будет, на базе какой организации будет этот центр сделан. И, конечно, стратегическое развитие регионального ресурсного центра, определение ключевых направлений его деятельности, этими вопросами занимается именно межведомственная рабочая группа, которая согласует это между собой. И дальше региональный ресурсный центр является реальным исполнителем, который координирует эти процессы среди организаций. Причем, что важно обратить внимание, среди организаций не только образование, но и здравоохранение, понятное дело, и социально-реабилитационных центров. Какие структуры могут входить в этот центр? Мы видим, что в нижней части слайда обозначен коррекционно-образовательный отдел условно. То есть мы говорим о структуре, которая оказывает адресную помощь детям, и такая структура позволяет как раз ресурсному центру накопить опыт. Затем появляются еще три структуры, три небольших подразделения, или три ответственных, которые создаются информационно-аналитический отдел, учебно-методический отдел и консультативно-диагностический. Могут создаваться и другие отделы, или какого-то из этих не быть, но вот такая структура, она наиболее целесообразна, потому что информационно-аналитический отдел будет заниматься вопросами как раз сбора данных, информирования населения о том, какие направления деятельности реализуются, информирование родителей о том, в каких организациях они могут получить помощь, анализ ситуации опыта в регионе. Все-все-все эти вещи относятся к информационно-аналитическому отделу. Учебно-методический отдел, по сути, оказывает адресную помощь в сопровождении образовательных организаций и других организаций и сопровождении деятельности специалистов. Таким образом, адресатом работы учебно-методического отдела являются сами специалисты и организации. А консультативно-диагностический отдел, то, о чем мы уже говорили, он оказывает адресную помощь для семей, которые не могут получить помощь прямо в региональном ресурсном центре, им нужно получить рекомендации, как это организовать в том районе, где они живут. Что важно? Важно то, что сетевое взаимодействие регионального ресурсного центра необходимо. И вы видите на слайде организации здравоохранения, образовательной организации, организации социального обслуживания. Собственно, речь идет о взаимодействии их с региональным ресурсным центром. Это первое. Второе, очень важно взаимодействие с некоммерческими организациями. И, конечно, региональные ресурсные центры выходят в своей коммуникации за пределы региона, формируя связи и сетевое взаимодействие между федеральным ресурсным центром и другими региональными ресурсными центрами. Вы знаете, что буквально два дня назад состоялся всероссийский семинар регионального федерального ресурсного центра в Сочи. И как раз такого рода семинары мы увидели, что приезжают совершенно разные регионы. Там было более 30 регионов. И специалисты, которые приезжают, это часто специалисты как раз либо организации, которые будут выполнять функции региональных ресурсных центров, либо уже представители этих центров. И мы видели, каким образом реально завязывается коммуникация между этими специалистами. Очень важно, чтобы организации делились опытом, потому что действительно мы видим разные модели работы центра. Смотрите на следующий слайд. Вы видите скриншот, который мы сделали с портала федерального ресурсного центра с нашего портала. На этом слайде, на этой странице www.autism.frc.ru в разделе организации есть интерактивная карта, о которой вы наверняка уже знаете. И эта интерактивная карта, на ней регистрируются организации. Организации подают свои сведения на портал федерального ресурсного центра. И мы самостоятельно их вносим на эту карту. И вы видите, что сейчас уже порядка 90 организаций обнаружились в России. Однако я смело могу сказать, что таких организаций намного, намного, намного больше. Потому что в том же Краснодарском крае, в том же Красноярском крае, в той же Новосибирской, Воронежской областях таких организаций уже десятки, которые накопили опыт работы с детьми с аутизмом. И мне хочется, чтобы те, кто сегодня присутствует с нами на вебинаре, те 168 человек и участников, чтобы вы сделали шаги к регистрации своей организации на портале. Потому что это нужно как для развития системы помощи, так и для наших контактов с вами, и так для того, чтобы и ваше министерство, а главное, семьи, которые ищут помощь, видели бы вас на этой карте. Хочу особо отметить, что зелеными флажками, сейчас я, он там, этот зеленый флажок прячется, вот здесь, да, отмечен региональный ресурсный центр Ульяновской области, и на данный момент, к сожалению, несмотря на то, что в России функционирует целых, не функционирует, активно развиваются целых пять центров, и вы видите, еще четыре планируются к созданию, мы знаем это из контактов с регионами, сейчас реально на карте присутствует только один, и, конечно, очень важно, чтобы именно региональные ресурсные центры были первыми, кто регистрируется на этой карте. Поэтому, коллеги, вот прошу к этому вопросу отнестись внимательно, вы оказываетесь на карте сразу по отмеченными зеленым флажком. Собственно, на экране вы видите контакты федерального ресурсного центра, я знаю, что большинство из вас уже были на нашем сайте, наш сайт autism.frc.ru, там есть очень много интересных и методических материалов, и все вебинары, семинары, конференции все записаны, есть программы, есть сборник по пилотному проекту, о котором я сейчас говорил, и все-все-все материалы методические, программные, которые мы делаем, они выложены там. Ну и, кроме того, конечно, весь календарь событий федерального ресурсного центра. Вот, коллеги, у меня, в общем, на этом все, я готов передать слово уже региону, который накопил колоссальный опыт в своей работе, Екатерина Александровна, передаю слово вам. Еще раз всем доброго времени суток. Так, сейчас, секундочку настроим, тут небольшие. Сегодня хотелось, меня зовут, как уже сказали, безуглова Екатерина Александровна, я являюсь руководителем ресурсного центра. Данный центр был создан, как уже говорил Артур Валерьевич, в рамках реализации пилотного проекта по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Красноярского края, организованным фондом поддержки детей. Данный центр мы создали в октябре 2015 года на базе краевого центра психолога-медико-социального сопровождения. Почему же было именно выбрано данное учреждение? Здесь немного Артур Валерьевич уже сказал, что данное учреждение имеет достаточно такую уникальную структуру, включающую в себя головное учреждение, находящееся в Красноярске и в четырех ее территориях. Это охватывающая южную, восточную, северную и западные части. Это город Ачинск, Канск, Минусинск и Лесосибирск. В каждом из, как и в головном, так и в филиалах у нас функционирует система оказания ранней помощи, действуют психолого-медико-педагогические комиссии и достаточно большой был накоплен опыт как методические, так и других ресурсов. Одной из основных функций Центральной психолого-медико-педагогической комиссии сейчас, секундочку, подождите, разволновалась немного. Одной из направлений деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии является осуществление учета данных о деятях УВЗ вообще на всей территории Красноярского края, что позволяет осуществлять мониторинг рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий. И все вот это позволило именно на данном учреждении создать ресурсный Центр. На сегодняшний день, и когда создавали, мы руководствовались нормативными документами, то есть это приказ Министерства образования о создании рабочей группы, которые вошли как представители различных ведомств здравоохранения, социальной защиты, образования, родительские организации, и также научное сообщество. И был создан локальный акт о создании ресурсного центра именно на базе нашего учреждения. На сегодняшний день есть программа развития, где вносится, так как проект закончился, но все равно как бы ресурсный Центр продолжает функционировать, поэтому на сегодняшний день разработана программа развития ресурсного центра, где отражаются различные дальнейшие ее направления, как дальше мы будем двигаться. И одно из направлений, как бы немножечко хотелось забежать вперед, не только собираемся именно детьми заниматься с расстройством физического спектра, а здесь более расширяться, охватывая все нозологические группы. Ресурсный Центр имеет возможность оказывать различные виды деятельности благодаря уже выстроенной системе взаимодействия. Как я уже сказала, то есть мы имеем уникальную возможность, у нас достаточно сильный пласт, это научного сообщества, включающий себя Международный институт аутизма, Институт повышения квалификации и Красноярский государственный педагогический университет имени Виктора Петровича Астафера. Также вот на слайде, на слайде там, где указаны человечки, держат, растягивают на себя, так вот в виде пазла, это именно межведомственная рабочая группа, которая была создана во время реализации пилотного проекта и которая продолжает на сегодняшний день взаимодействовать и функционировать. Туда вошли... Да-да-да-да-да. Спасибо, Артур Валерьевич, почему-то указка немножко не сработала. Туда вошли, как я и говорила, представители различных ведомств, так и родительские организации и некоммерческие родительские организации. Также с нами взаимодействуют... Внизу мы видим две родительские организации, как «Свет надежды» и «Живое дыхание», и также присоединенное к нам на сегодняшний день еще право на счастье, но, к сожалению, не удалось вставить логотип, немножечко здесь технические были нарушения. И, как и говорили уже ранее, что мы вышли за пределы региона и присоединились к Федеральному ресурсному центру. И вот одно из мероприятий, которое сейчас как раз и проводим, это вот сегодняшний вебинар. Каковы же формы взаимодействия? То есть на сегодняшний день они у нас есть очно и заочные. В очно у нас входят активные, это различное проведение семинаров, конференции и интерактивные, это круглые столы, мастер-классы, творческие, мастерские консультации. Здесь мы проводим данные мероприятия не только своими силами, но также активно привлекаем родителей. И заочная форма взаимодействия, она либо идет адресная, через проведение различных вебинаров, мастер-классов, консультаций, и массовая публикация и тематические сайты. Далее по слайдам покажу, за время реализации проекта достаточно много вышло публикаций научных трудов, начиная от буклетов, сборников и различных методических материалов. Каковы же были направления деятельности ресурсного центра? Одно из основных направлений деятельности было это координация реализации пилотного проекта. На сегодняшний день остаются два основных направления, это информация, информационно-методическое сопровождение специалистов, оказывающих комплексную помощь детям с расстройством мастерического спектра, и реализация консультативной и коррекционно-развивающей помощи детям с РАС. Что же конкретно информационно-методического сопровождения, мы его осуществляем и увидели вот через реализацию таких этапов. То есть первое, это планирование и подготовка, где выявляются профессиональные потребности групп, то есть поступает определенный запрос от специалистов, от родителей, от различных организаций, какую бы форму и виде чего бы они хотели введить поддержки от именно ресурсного центра. Дальше разрабатывается концепция сопровождения и переходим на второй этап, это собственно само сопровождение. На самом сопровождении мы ориентируемся достаточно нам своих сил, чтобы провести данную стажировку, например, либо недостаточно и нужно привлекать дополнительные ресурсы, и идет конкретно работа с проблемой, с которой как бы обратились. И на последнем этапе сопровождения, где идет использование результата, благодаря привлечению и выстроенному взаимодействию, здесь идет, накапливается профессиональная копилочка. То есть разрабатываются рекомендации, которые в дальнейшем даются в организацию, либо тому, кто обратился с данным запросом. Все это направление информационно-методическое прослеживается через, ну, на практике это мы можем увидеть, через проведение различных обучающих мероприятий, через проведение конкурсов профессионального мастерства. На сегодняшний день за два с половиной года уже было проведено два таких конкурса. По итогам конкурса первого у нас была возможность пригласить Артура Валерьевича, чтобы он провел нам обучающие мероприятия для именно педагогов, как работать с детьми данной категории. В рамках второго конкурса у специалистов была возможность пополнить свою методическую копилку с помощью методических продуктов, уже выпущенных. Вот. Также достаточно много, как уже говорила, разработано и изданных информационных буклетов и сборников. Создается методическая копилка, была создана методическая копилка программы практических разработок для организаций, работающих с детьми. Сразу здесь не обязательно общеобразовательная организация, образовательная организация здесь, как для организаций и других ведомств соцзащиты и здравоохранения. И ведется сайт, который тоже был создан в рамках пилотного проекта, и страница на Фейсбуке. На следующем слайде вы будете видеть в верхнем левом углу так выглядит страница на Фейсбуке, где тоже отражены все мероприятия, которые прошли, в краске анонс, что на них было представлено, что было по итогам. В правом нижнем углу страничка так выглядит наш сайт. Дальше в последующих слайдах будет и адреса, и телефоны, где можно будет посмотреть и также задать там вопросы различные. Обучение специалистов у нас проходит по разным программам. Мы стараемся охватывать весь возраст, начиная с раннего дошкольного возраста и заканчивая подростковым и постподростковое сопровождение. На экране вы видите различные тематики, по которым проходили и проходят на сегодняшний день мероприятия с привлечением как собственными силами, так и с привлечением других специалистов. Разработаны программы стажировок. Они у нас 24-часовые, то есть 3 дня по 8 часов. Это психолого-экономическое сопровождение детей с РАС. В образовательной организации социально-бытовая адаптация подростков с расстройствами физического спектра. На базе жилого помещения данную программу у нас реализуют с учреждения социальной защиты и дисциплинарный подход к разработке индивидуального маршрута ребенка с РАС и оценкой его динамики развития. Данные программы уже были откатаны, получили достаточно положительные отзывы и есть потребность в дальнейшем проведения таких стажировок. Это несколько фото с обучающих мероприятий с разных уголков Красноярского окраина, не только самого Красноярска, но и с отдаленных территорий. Были выпущены информационные буклеты по различным тематикам, как подготовить ребенка к посещению к врачу, как сходить в магазин, вообще что такое аутизм, признаки аутизма и так далее. Всего за время реализации проекта, так как наш центр еще достаточно молодой, два года его, было выпущено 11 буклетов, но к моменту подготовки вебинара было выпущено еще дополнительно 3 буклета. Это исходя из запросов родителей, когда они приходят на консультации, то есть что было бы им еще, хотелось бы какие им, ну как бы буклеты увидеть, да, то есть один из буклетов информацию, да, один из буклетов такой, это маршрутизация, то есть где вообще в Красноярске можно получить помощь, где представлены различные организации, как системы образования, так и системы здравоохранения и системы соцзащиты. Также ресурсным центром было, как я и говорила ранее, издана серия методических пособий социальной практики инклюзивного образования, вы их видите на экране. Частично материал представлен уже на нашем сайте и некоторые сборники, но по возможности будем стараться их укладывать все, где вы можете ознакомиться с ними. Вот так вот они выглядят. Они также находятся на сайте нашего Международного института аутизма. Выпущен тематический номер, где описывается комплексное сопровождение ЛИДСРАС в сибирском вестнике специального образования. Также выпущен был сборник научно-практических материалов восьмой Международной научно-практической конференции и сборник методических материалов мы вместе по итогам проведения конкурса профессионального мастерства, про который, как говорила ранее, где специалисты, работающие с данной категорией детей, описали свои модели, технологии, как именно у них получается сопровождать семью, либо у кого-то это в индивидуальном порядке, у кого-то это работа команды. То есть тоже достаточно интересный сборник получился, потому что описывали не только специалисты системы, относящиеся, например, к дошкольному, то есть разные звенья были захватаны, начиная от ранней помощи и заканчивая более подростковым возрастом. Вот так выглядят эти сборники. Разработаны методические пособия. Это психолого-педагогическое сопровождение младших школьников, технологии разработки адаптированных образовательных программ и практики психолого-педагогического сопровождения и социальной реабилитации детей с РАС, где был представлен региональный опыт по итогам реализации проекта. Вышел сборник статей Межрегиональной научно-практической конференции и также сборник методических материалов, где полностью представлена комплексная помощь детям сразу на территории Красноярского края именно в рамках реализации пилотного проекта и выполнения межрегионального плана действий на территории Красноярского края. Данный сборник точно есть на сайте, где можно более подробно с ним ознакомиться. Информирование родителей и специалистов также вам можно зайти по этим ссылкам в социальной сети на Facebook, сайту vz24.ru и телефон, по которому можно ответить на любые вопросы, указан тоже на экране. Ну вот, все, Артур Валерьевич, как бы постаралась описать. Меня слышно, да? Я снова микрофон просто включил. Хорошо. Вот смотрите, коллеги, действительно большая работа была проведена ресурсными центрами в ходе пилотного проекта. Вот скажите, на самых начальных этапах, дело в том, чтобы большинство тех людей, кто нас сейчас смотрит, Елена Анатольевна, здесь, наверное, сейчас пойдут вопросы такие, которые, наверное, больше к министерству, да? Все-таки на начальных этапах и создать ресурсные центры, и объединить те организации, которые работают с детьми с аутизмом. Это вызывало определенные, ну, определенные напряжения и затраты, да? Трудозатраты, временные затраты. Вот можно сказать несколько слов о технологии. Каким образом это было сделано и с какой точки? С чего вы начинали? Дело в том, что объединение ресурсов началось с подготовки именно с самой заявки на участие в пилотном проекте. Мы должны были изначально понимать, какие учреждения могут войти в этот проект для того, чтобы помочь детям. То есть сначала была проведена такая аналитическая работа, была собрана информация буквально со всего Красноярского края, где обучаются эти дети. Кроме того, второй аспект, который мы оценивали, все-таки где есть такие специалисты, квалифицированные специалисты, которые могут не только оказать квалифицированную помощь детям, но и могут выступать таким методическим ресурсом для всего Красноярского края. И третье. Мы пытались проанализировать не только учреждения образовательные, но и учреждения других ведомств. Это учреждения социальной политики и учреждения здравоохранения. Кроме того, мы оценивали, какие есть ресурсы в наших родительских общественных организациях. То есть вот оценив весь вот этот ресурс, который есть, мы создали рабочую группу. И вот уже эта рабочая группа работала над заявкой, которую мы подали на участие в пилотный проект. И уже на уровне составления заявки мы распределяли и обязанности, мы распределяли ответственность, и мы определяли результаты работы. То есть какие мы хотим прежде всего получить результаты. То есть поэтому вот сначала это была, еще раз говорю, по этапам, если да, такая информационно-аналитическая работа. Дальше мы составляли заявку, это планируемая работа, да, то есть мы планировали, планировали результаты, планировали свою деятельность. И после того, конечно, когда мы уже победили, да, то есть мы стали пилотным таким регионом, то тогда уже началась там более такая, ну, более, так скажем, плотная такая работа над этим проектом. То есть это и создание нормативной базы, это и проведение таких установочных мероприятий, это тогда, когда мы собирались вместе, очень много спорили, говорили, договаривались, но дальше уже такая пошла живая и интересная работа. Здесь еще хотелось бы добавить в плане того, что нам, наверное, было легче, как и двум другим регионам, участвующим в проекте, создать ресурсный центр, потому что одним из, получается, у нас было соглашение, где было одно из мероприятий соглашения между фондом и министерством образования Красноярского края было создание организации именно ресурсного центра. И поэтому, как бы, вот, было немножко проще. Нет, действительно, без ресурсного центра, ну, я, честно говоря, не представляю, то есть каким механизмом можно управлять вот этой вот работой, если нет ресурсного центра. То есть, действительно, ресурсный центр, это, наверное, основная задача для вообще для любого региона, определить ресурсный центр и определить его правильно, чтобы у него были полномочия работать с разными учреждениями. И для того, чтобы там, действительно, в этом ресурсном центре были ресурсы, чтобы вот он не просто был на бумаге, а именно ресурсный центр. Спасибо. А вот скажите, тоже интересный такой момент, то, что прозвучало, я-то это знаю, что сначала организации были разъединены, вот что поспособствовало объединению, то есть какие прямо конкретные шаги, да, были сделаны для того, чтобы организации там между собой познакомились и начали работать в едином ключе, да, единую стратегию дальше выработали и реализовывали. Как это вот буквально по шагам происходило? Пригласили ли вы их на какое-то совещание или они участвовали в семинарах, да, можно вот об этом немножко? Ну, смотрите, ну, сначала был определен ресурсный центр, после этого как раз вступил в работу тот самый ресурсный центр, который стал объединять. То есть, во-первых, были проведены несколько семинаров, то есть был проведен установочный семинар, где был рассказан и про проект рассказан, и про его задачи, и что где должен говорить, ну, что, чем и как будет заниматься. Еще раз говорю, что именно работа в проекте, то есть уже до того, когда мы составляли вот этот заявку в пилотный проект, уже те организации, они представляли, чем они будут делать. Но здесь они должны были объединиться, чтобы друг друга дополнять, чтобы друг с другом взаимодействовать. И это, еще раз говорю, ряд семинаров было проведено, это проводились конференции у нас проведены, это совещания были, то есть, ну, вот такие административные, ну, не хитрые такие, так скажем, какие-то мероприятия, которые обвиняют. То есть ничего такого, сверхъестественного, мы в этом плане не придумывали. Ну, в общем-то, шли традиционно, но нам удалось сделать то, что мы планировали. Ну, да, ну, то есть речь идет о том, что для того, чтобы начать объединять организации, достаточно на первых порах, собственно говоря, встреч, в ходе которых люди друг с другом знакомятся, да? Организации таких встреч и понимают, что они дальше, какую область... Совершенно верно. А теперь уже все такие у нас друзья, все друг друга любят, встречаются. И, так, уже, знаете, работа идет намного легче и приятнее. И, знаете, вот в ходе этой работы мы столько встретили замечательных людей, поэтому, знаете, мы от этого проекта очень много получили. Елена Анатольевна, а вот как вы оцениваете, опираясь на свой опыт, если бы не участвовали в пилотном проекте, труднее было бы создать вот такую систему, потому что у вас уже хорошая платформа выстроена? Нет, 100% проект нам помог. Помог выстроить работу, помог наладить межредомственное взаимодействие, помог выстроить систему. То есть теперь у нас в Красноярском крае разворачивается ряд других проектов. Это, допустим, ранняя помощь. Сейчас мы хотим подать заявку в фонд по предпрофильному образованию, по предпрофильному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. И понимая, что у нас уже вот этот есть опыт, есть ресурс, и сейчас нам вот здесь разворачивать легче. То есть мы быстрее двигаемся, если опять-таки в ранней помощи, да, то есть говорить. То есть сейчас, когда у нас, вы знаете, да, были некоторые такие, не всегда понимания, допустим, между здравоохранением, да, и образованием, то есть, то теперь здравоохранение, они сами выходят на нас, предлагают, они уже теперь становятся такими лидерами, и даже где-то, знаете, подгоняют нас. И вот это радует, и сами не звонят, говорят, ой, если бы не этот проект, мы бы, наверное, так и не поняли, что нам делать дальше, в каком направлении. Поэтому здесь проект нам очень помог. Спасибо, Елена Анатольевна. Я почему спрашиваю, потому что действительно мы хорошо сейчас вместе с вами и с другими регионами понимаем, что участие в проекте, в котором интенсивно закладывается большое количество мероприятий, которые нужно реализовать, он очень стимулирует, да, регион, получается, к дальнейшему развитию. И в этой связи я хочу, пользуясь вебинар-площадкой, сказать коллегам из других регионов о том, что сейчас Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по сути, открывает второй пилотный проект по расстройствам аутистического спектра, и вслед за первыми тремя регионами в пилот вступают следующие регионы. И мне хочется, конечно, те центры, о которых я уже говорил, давайте я переключусь на свою презентацию. Так, одну минуту. Вот посмотрите, да, регионы, о которых я уже говорил, кто открывает, кто уже открыл центры, и кто открывает. Вот, вы знаете, есть интересная штука. Были три центра, точнее, два, Красноярский и Край Новосибирская область, два центра открыты в ходе пилотного проекта, ресурсный центр в Воронежской области был открыт довольно долго до начала проекта, а что касается Омской области и Ульяновской области, они открыли региональные ресурсные центры вообще без проекта. Но сейчас, конечно, есть трудности у регионов, которые открывают центры, потому что если в пилотном проекте прописан весь комплекс мероприятий, и организациям, выполняющим роль ресурсных центров, понятно, что координировать, потому что комплекс мероприятий уже сформирован, да, Елена Анатольевна, так, как было у вас в регионе. То организации, которые создают ресурсные центры без комплекса мероприятий, то есть как отдельный фрагмент деятельности региона, им трудновато, потому что непонятно, что конкретно координировать и что конкретно делать. В этой связи, вот те регионы, которые уже открыли региональные ресурсные центры и те, которые планируют, вот скажу для информации, я думаю, что эту информацию вы больше нигде не сможете получить в ближайшее время, что в Астраханской области, например, планируется открытие регионального ресурсного центра на базе социально-реабилитационного центра, их краевого лидирующего, называется коррекция и развитие. В Краснодарском крае есть у коллег план о том, чтобы достроить к детскому саду, который работает в том числе с детьми с аутизмом, вертикаль в плане школы и дальше на базе этой организации открыть региональный центр в Приморском крае. Это специальная коррекционная школа, в которую ходит много детей с аутизмом и они уже накопили этот опыт. И в Ростовской области эта организация конкретно сейчас, я так понимаю, только определяется. Посмотрите, как все по-разному складывается, но независимо от того, насколько складывается по-разному, вот и шести регионам, о которых я сейчас сказал, и тем регионам, которые еще на самом старте, еще ничего не сделано практически, я очень рекомендую подавать заявки на этот проект. И, собственно, заявки осуществляются до 31 марта, потому что действительно мощно дальше развивается система. А вот что мне еще кажется важным, Екатерина Александровна и Елена Анатольевна, Леонид Олегович, это то, что Ваш центр, он работал в сотрудничестве с Международным институтом аутизма, который работает на территории Красноярского края. Вот скажите, имея в виду то, что у них ресурс был в обучении специалистов и компетенции в создании методических продуктов, между Вами осуществлялось взаимодействие? Да, конечно, достаточно теплые и дружелюбные отношения с Международным институтом аутизма. Они очень много помогли в плане проведения курсов повышения квалификации специалистов. Но здесь, помимо Международного института аутизма, нам также помогал и институт повышения квалификации. Также Международным институтом аутизма проводились конференции, причем эта конференция была международного уровня, где была возможность у специалистов как представить свой опыт уже работы, так и послушать из других регионов и вообще с другой страны, потому что достаточно было много привлеченных граждан. И благодаря Международному институту аутизма и Красноярскому государственному педагогическому университету была организована не только просто конференция, была возможность выехать и на площадке в разные системы, как в соцзащиту, так и в образовании, и в родительскую организацию, посмотреть наглядно, как это все работает. Также Международный институт аутизма достаточно мощно нам помогал в плане создания методической копилки. Они выступали рецензентами, как эксперты, давали свои рецензии на образовательные программы различные, на программы сопровождения. То есть здесь достаточно такие добрые, теплые отношения. И сотрудничающие, да. Ну, просто хочется сказать тогда и об опыте Воронежа, потому что действительно вот такое сотрудничество между региональным ресурсным центром и между организациями, реализующими в том числе программы повышения квалификации, мы видим этот опыт, который очень активно сейчас очень активно накапливается в Воронеже, потому что повышение квалификации, да, осуществляет Воронежский институт развития образования. Это хорошо известный факт. И получается, что и ресурсный центр, и организации, которые проводят повышение квалификации, работая вместе, да, по сути, содействует развитию региона, да. Правильно получается? Такой вот у нас вывод. И примерно то же самое мы видели только что в Краснодарском крае, когда для обучения специалистов привлекались как специалисты из других регионов и эксперты вот в этой области, так и, собственно говоря, их институты, которые занимаются повышением квалификации в регионе. А вот вы знаете, что мне хотелось бы? Мне хотелось бы, я вижу, что у нас участников вебинара 166, и тематика такая, она очень узкая для специалистов, которые дальше, скорее всего, будут как раз вот в этой системе работать. Я хотел бы, чтобы, наверное, коллеги задали вопросы. И обратите внимание, что у нас есть в чате общий и чат вопросы. Давайте все вопросы, которые у вас есть, формулировать именно в разделе «Вопросы», чтобы мы туда-сюда не прыгали и не путали, да? Пока только вопросы, можно ли скачать презентации? Ага, ну да, вопросы такие организационные. Да, скачать презентации, конечно, будет можно, потому что они будут обязательно размещены вместе с видеозаписью вебинара на портале ФРЦ. Это означает, что каждый регион, который будет приступать к этой работе, будет возможностью видеть в записи этот вебинар. И что касается методических рекомендаций, то они будут размещены там же, как я уже сказал, в вкладке «Меню» деятельность Федерального ресурсного центра программно-методическое обеспечение. Обязательно найдете и увидите. Ага. Недавно мне... Ага. Пошли вопросы, да? Угу, я зачитаю. Добрый день, меня интересует пакет документации тьютеров. Можно ли у вас узнать, какие документы ведет данный специалист? Да, ну, на самом деле, интересный вопрос, он не очень относится к тематике вебинара. Давайте те вопросы, которые к тематике вебинара не относятся, вы их переадресуете на портал Федерального ресурсного центра, на почту Федерального ресурсного центра. И вам на них ответят. Ну, раз уж вопрос задан, давайте я тоже тогда немножко скажу об этом. Значит, основной документ, что касается содержания образования, на который ориентируются специалисты, таких документов их на самом деле несколько. Первый документ — это адаптированная образовательная программа на ребенка, заключение психологами медико-педагогической комиссии или консилиума. собственно, индивидуальный учебный план, если он нужен. И вот именно на эти документы опирается тьютер в своей работе, потому что программа адаптированная, она нам дает понимание, каких целей мы в работе с ребенком достигаем, и отвечает на вопросы содержания. Что касается программы учебного плана, то тьютер из учебного плана, и составляя его вместе с учителем, с целой командой специалистов, он видит, каким образом осуществляется сопровождение ребенка в течение дня, и понимает, где он должен в этот момент находиться. Что касается отчетных документов, то, да, еще по поводу психолого-медико-педагогического консилиума внутри организации. Это тоже очень важный документ, потому что вообще необходимость тьютера, нужен тьютер или не нужен, в каком объеме, на каких уроках, для решения каких проблем, вот все эти вещи, они решаются на психолого-медико-педагогическом консилиуме организации. Поэтому наличие такого протокола, оно очень важно, и оно дает понимание, зачем там тьютер, и на какой период времени вообще он нужен. Я надеюсь, что я на вопрос ответил, да? Ну, из собственного опыта можно, да, вот про тьютера. Когда вы говорите про консилиум, и когда вы говорите, что консилиум, на консилиуме определяемые объемы помощи тьютера и характеры помощи, то мне все-таки хочется, чтобы на консилиуме обязательно работал родитель этого ребенка, чтобы вот эта помощь была все-таки и родителю, понятно, что должен, ну, что делает тьютер, и как делает. И вот было взаимопонимание, потому что если не будет взаимопонимания между родителем, тьютером и педагогами, ну, то работа может, ну, очень сильно осложниться. Спасибо, Елена Анатольевна. Ну, вот, коллеги, я вижу, что не очень поняли моего посыла, я вижу, что дальше по тьютерам посыпалась целая череда вопросов. Как я уже сказал, сейчас мы говорим о региональных ресурсных центрах, и если есть вопросы по центрам, задавайте. Я пока скажу еще об одном важном моменте. Действительно, когда приступают специалисты к созданию региональных ресурсных центров, возникает вопрос, ну, хорошо, распоряжение сделано, да, что же дальше? Хорошо, открыли структуру, в эту структуру входит несколько специалистов, да, или там несколько подразделений, по-разному случается. Вот в федеральном ресурсном центре несколько довольно крупных подразделений. Каким образом дальше реализуется работа? Потому что понятно, что региональный ресурсный центр, если он открыт, например, на базе ППМС-центра, а ППМС-центр занимается, его основная задача – это именно сопровождение детей, да, собственно говоря, то когда формируется распоряжение об открытии регионального ресурсного центра, каким образом дальше создаются условия для того, чтобы все эти направления были реализованы. Здесь, конечно, хочется сказать о том, что важно разработать план, потому что если это ресурсный центр распоряжением открытый, и он реализует отдельные задачи от основной деятельности, то тогда это отдельный план этих действий, расписанный по направлениям работы. Это та же информационно-аналитическая, программно-методическое обеспечение, это консультативно-диагностическая деятельность и так далее. И, соответственно, план работы, под план работы идет финансово-экономическое обоснование, потому что деятельность такого центра не может существовать бесплатно, то есть психолог, да, отработал свои часы и дальше еще чуть-чуть позанимался ресурсным центром, свободное от работы, нерабочее время. Такая ситуация невозможна. Это очень масштабная, очень серьезная, очень трудная работа, очень ответственная, которая, конечно, дополнительно финансируется. И поэтому мы понимаем, что должны появиться два документа, да, план работы, финансово-экономическое обоснование, а дальше в каждой организации, в каждом регионе существует перечень услуг государственных, да, и, по сути, для того, чтобы профинансировать эти работы, министерства вместе с региональными ресурсными центрами составляют под план работы перечень работ, которые могут быть в итоге профинансированы. Елена Анатольевна, да, вот правильно я в этой ситуации говорю, так все и реализовываю, да? Ага, вот, и после этого на разные направления деятельности поступает финансирование, и дальше начинается, собственно говоря, сама вот эта деятельность. Вот, такой вот очень важный момент связан с, собственно, с процедурой, как открыть центр, как начать свою работу. Добавить, Артур Валерьевич, в плане того, что как раз, когда начинаешь свою деятельность в рамках ресурсного центра, да, очень важно, ну, если мы берем конкретно нозологию, которую сейчас взяли, это дети с расстройством атистического спектра, активно привлекать родительские организации, либо некоммерческие родительские организации, да, чтобы, ну, это основные, скажем так, судьи наши, да, и, ну, заказчики любых, как говорится, услуг, чтобы понимали, что мы существуем, вот эти ресурсные центры, не случайно, то есть какая у нас будет основная функция, в чем мы можем быть им полезны. И вот здесь очень на этих этапах, когда выстраивается доверительное отношение, как у нас вот, ну, конкретно с двумя родительскими организациями выстроены достаточно теплые отношения, да, то есть здесь уже обсуждаются совместные мероприятия, которые будут проходить как в их организациях, да, ну, это все, что относится к плану, да, как говорится, и наши, и в чем мы вот можем быть полезны, да, то есть где можем мы их привлечь, в чем они нас могут привлечь. Это в том же и в работе с волонтерами, это проведение различных праздников, то есть вот, ну, как бы вот этот момент тоже нужно не упускать и, как бы, достаточно хорошее отношение выстраивать именно с родительскими организациями. Это вот, ну, в дальнейшем очень сильно помогает. Да, важный, да, такой существенный момент. А вот мне удалось обнаружить вопрос, относящийся косвенно к ресурсным центрам. Пишет Виктория Львовна, вы, наверное, видите. У нас пока на Камчатке нет регионального ресурсного центра. Очень интересует опыт работы с детьми и с расами, имеющих умственную отсталость. Спасибо. Коллеги, значит, что касается помощи в работе. Действительно, стратегия работы федерального ресурсного центра с регионами, она заключается в следующем, что создается сеть региональных ресурсных центров, после чего и федеральный ресурсный центр вместе с ними организует, да, сетевое взаимодействие. И, по сути, помощь каждого региона, каждый регион сопровождается своим центром. И действительно, если на Камчатке, а мы это на карте хорошо видим, что на Камчатке нету регионального ресурсного центра, то каким образом здесь поступить? До того момента, как он создан, можно обращаться и в другие регионы, и в другие организации, и в том числе в федеральный ресурсный центр, потому что мы целенаправленно занимаемся обучением специалистов и помогаем ресурсным центрам в плане и обучения специалистов. Поэтому можно пригласить и нас, и если такой запрос будет, то мы с удовольствием приедем. Что же касается создания региональных центров, то я хочу подчеркнуть, что одна из основных задач федерального ресурсного центра заключается именно в том, чтобы мы сопровождали деятельность региональных ресурсных центров. И поэтому, вот если меня сейчас слышат, да, в разных регионах, то знайте об этом, что как только вы делаете запрос на сопровождение от министерства на создание регионального ресурсного центра и на помощь в организации его деятельности, мы, конечно, тут же на это откликаемся. И нужно понимать, что в самом начале мы, естественно, запросим информацию по числу детей с расстройствами аутистического спектра в регионе, по числу детей из них с оформленной инвалидностью и по организациям, которые уже работают с этими детьми. В одной организации работает один ребенок, уже хорошо, значит, она туда же попадает. То есть наш старт работы с регионом начинается вот с такой короткой информационно-аналитической справки. И еще раз о том, что это одна из основных наших задач. Если больше вопросов, я вижу, что больше вопросов... А, в общих еще? Серьезно? Для того, чтобы создать региональный ресурсный центр, могут ли родители детей сразу сделать запрос властям или лучше сделать запрос уже как родительская организация? Вы знаете, на самом деле, это хорошо известно, что, в принципе, двигателями прогресса в части оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья являются некоммерческие родительские организации. Поэтому действительно мы видим часто, что именно по запросу родителей органам исполнительной власти инициируются эти процессы. Это совершенно нормально, так оно часто случается, и поэтому здесь есть смысл делать такой запрос. Единственное, то, что как человек, давно работающий в системе, я хочу родителей сразу попросить о том, чтобы эти вещи делались в сотрудничестве с органами исполнительной власти, потому что здесь очень важно именно сотрудничество и выработка такого взаимопонимания друг между другом. Вот, собственно, все, что я на эту тему скажу. Добрый день. Про предпрофильное обучение не по ресурсным центрам. Интересует опыт работы в детский аутизм с выраженным эмоциональным... Да, я видел уже этот вопрос в разделе вопросов. Коллеги, еще раз напомню, что у нас вебинар по региональным ресурсным центрам. А те запросы, которые вы делаете, это запрос либо на повышение квалификации, тогда заявку нужно нам на эмоциональную почту высылать. Артур Валерьевич, здесь есть вопрос от Татьяны Владимировны. Уточните, какие функции в ресурсном центре может взять на себя здравоохранение и соцзащита? Спасибо. То есть вопрос идет в общих. Да-да-да. Спасибо, Екатерина Александровна. Что касается... Какие функции может взять на себя здравоохранение или соцзащита? Вопрос не очень понятный мне. Дело в том, что независимо от того, в какой системе создан региональный ресурсный центр, содержание его работы и то, как он эту работу организует, будет похоже. И, соответственно, если вопрос был о другом, если вопрос был о том, что ресурсный центр выполняет роль, например, организации образования, то каким образом туда включаются организации здравоохранения и социальные защиты, если вопрос был об этом, то тогда ведущая роль... Не забывайте о том, что создание ресурсного центра, то, о чем я сказал, осуществляется по договоренности трех министерств. И это значит, наверху трех министерств достигнута договоренности, соглашения о том, что в случае, если, например, ресурсному центру, который работает в системе образования, нужна информация от системы здравоохранения по детям с расстройствами аутистического спектра, то ресурсный центр без напряжения делает совместно с министерством запрос в организации здравоохранения. Если мы видим в базе, которую создает ресурсный центр, что ребенок не охвачен медицинскими услугами, то нет проблем, тогда ресурсный центр обращается в профильную организацию, а, как правило, такими профильными организациями являются одна-две в регионе. Это, во-первых, детские психиатрические больницы, которые, собственно, в регионе выставляют диагнозы, или краевые региональные психоневрологические диспансеры. И, соответственно, тогда на медицинское сопровождение со стороны регионального ресурсного центра может быть либо звонок, либо запрос на конкретного ребенка со стороны регионального ресурсного центра. И фактически мы видим, например, и Красноярского края, да, коллеги, не дайте мне соврать, что тогда, когда некоторые дети были без помощи, то фактически ресурсный центр в ручном режиме осуществлял пристраивание ребенка в какую-то организацию. Да, и здесь я бы еще хотела добавить по поводу вопроса-то, уточните, какие функции. То, что вы сказали, так как у нас идут три ведомства образования, соцзащиты, здравоохранения, в нашем случае у нас еще идет это спорт и культура. У нас идет не межведомственная разобщенность, а мы работаем все вместе. Если брать любую функцию, даже, например, информационную функцию, то что здравоохранение информирует у себя, как говорится, в своих подведомственных учреждениях, что соцзащита, что образование и так далее. То есть здесь нельзя делегировать какую-то отдельную функцию, отдельно здравоохранение, отдельно соцзащите. Все ведомства работают над одной проблемой. И если есть данная функция у ресурсного центра, то все ведомства работают над ней. Просто у каждого своя задача в этой функции. Да, да. У каждого своя задача, а координирует и как раз ресурсный центр. Могут ли в ресурсный центр для детей с рас обращаться родители с детьми других диагнозов? Или это строго целенаправленная организация только по аутистам? Ну, конечно, если мы создаем ресурсный центр только по аутизму, то это профиль только аутизма. Следующий вопрос снова не относится к региональным ресурсным центрам. И, коллеги, если есть еще вопросы, напишите хотя бы «да». Я понимаю, что вопрос может писаться длинно. Если нет, то, в принципе, мне кажется, мы довольно много сегодня поделились информацией ключевой. Есть ли еще вопросы? Вопросы? Угу. Вижу, что вопросов нету. Я хочу поблагодарить, горячо поблагодарить уже ставший мне совершенно родным Красноярский край, сказать о том, что наша работа, как вы видите, в пилотном проекте, она не завершена, и это был только старт, и сейчас мы с удовольствием транслируем ваш опыт на территории всей Российской Федерации, поэтому я вам за это, коллеги, очень благодарен. Мне кажется, что это правильное направление деятельности, и спасибо за такое участие в совместных вебинарах. Также приглашаю на последующие семинары и многие-многие другие интересные мероприятия. Конечно, мы всегда рады участвовать, учиться, потому что, да, у нас накоплен хороший опыт, большой опыт, уникальный опыт, интересный, но мы всегда готовы учиться дальше, и этот опыт приумножать и делиться этим опытом с другими регионами. Спасибо вам. Коллеги, тогда у нас на этом все. Вам большое спасибо за участие, ждем ваших запросов региональных на создание центров, и обязательно будем помогать вам в развитии этого направления. Всем большое спасибо. Спасибо. Спасибо.